Чудесный вечер Вот такое прекрасное изречение великого педагога Януша Корчика Детей нет, есть люди И вот для меня это, знаете, мое воспитательское кредо Потому что во главу угла я ставлю уважение к личности Знаете, Бог, Он ведь на нас смотрит не как на муравьев в муравейнике, правда? Вот что-то копошатся там делают Он же как к личностям к нам обращается Он беседует с нами, Он общается Он нас корректирует, вразумляет И Он уважает наш выбор И вот так мы должны, думаю, подходить к своим детям И, конечно, основа всего нашего учения — это Слово Божье Но также мы должны... Библия, кстати, достаточно скупо говорит о воспитании Нет какой-то там цельной, такой четкой системы И хорошо будет, если мы посмотрим на людей, которые профессионально работают с детьми И изучают детскую психологию на педагогов, психологов Недавно я открыла для себя замечательного психолога и педагога Шалву Аманашвили Если слышал, какой-то грузинский такой Очень известный во многих странах мира Очень уважаемый человек, который является в этой области и ученым, и практиком Он написал много популярных книг И он также имеет очень много в разных странах экспериментальных школ Под его личным руководством для детей У него направление такой гуманной педагогики И вот когда я слушала его и читала Я с радостью увидела, что мои мысли очень созвучны с его мыслями А мои мысли взялись откуда? Конечно, из многолетнего изучения Божьего Слова А также из собственного родительского опыта Который продолжается уже 25 лет У нас получилось интересно, как-то все растянуто так во времени Иногда дети как-то сразу так появились и выросли Но у нас они появлялись с такими большими достаточно промежутками И это тоже хорошо Потому что на каждый жизненный период С его новыми взглядами, с новой мудростью Вот тебе новый ребенок И ты как бы можешь все это применять на нем Это замечательно Я очень благодарна, конечно, за каждого своего ребенка Я просто влюблена в них Считаю, что они все замечательные И такие чудесные Каждый из них чудесный подарок от Бога И очень я им благодарна Потому что в процессе воспитания А вот всю школу воспитания Мы с ними прошли вместе И вот сегодня я буду говорить не столько о детях Сколько о взрослых Ну это такой совместный, да, совершенно совместный процесс И я научилась от них не меньшему, чем они от меня И сегодня пойдет речь о младшем периоде Я построила свою проповедь так, что вот я упомянула вот этого Аманашвили, психолога, педагога И хочу, чтобы сейчас Поставили первую вот заповедь У него есть такие 10 заповедей о воспитании Пять из них мы возьмем сегодня И пять из них возьмем во вторую проповедь Когда речь будет идти о подростках И о школьном возрасте Вот посмотрите, пожалуйста Самая первая заповедь Все основные знания о мире Дети получают в первые 5 лет жизни Наша задача показать ребенку Удивительность и безграничность окружающего мира Вот этот дошкольный возраст Начиная с плоденчества и дошколы Человек проходит три этапа Первые два года жизни Это этап возраст доверия Второй этап Это самоосознание Там где-то так до трех лет И когда человек начинает осознавать свою личность Из трех до пяти лет Это возраст инициативы Так вот, если сравнивать человека с почвой То возраст доверия Это самый чудесный возраст для сеяния Потому что это самая благоприятная и плодородная почва Правда? Ну согласитесь, что ребенок воспринимает все Без всякой критики, без всякой оценки Он просто воспринимает ваши слова как истину И он все впитывает как губка Может быть он не все понимает умом Но вот в нем Есть же еще разные Да, вот эти уровни Уровни как бы осознания, понимания Так вот, ребенок на этом этапе Воспринимает более глубокими Своими уровнями Он перенимает систему ценностей Учится вот относиться к себе, да Самому Вот как раз из вашего отношения Учится относиться к окружающему миру И дети, заметьте, они поначалу все к себе очень хорошо относятся Правда? Ну я не видела таких младенцев, которые бы, знаете, страдали комплексами неполноценности Или неуверенностью в себе Все дети, они вот изначально знают, что они прекрасны И даже они не то, что к себе так относятся Они себя еще с миром не разделяют Они просто вот часть мира Не осознают себя, не выделяют из него И вот этот мир для них, он такой прекрасный Они к нему испытывают доверие Они чувствуют, что все вокруг друзья И все их любят Вот это их изначальное, да, такое самоощущение Вот к сожалению, вот это самоощущение Такое глубинное, которое вот Бог заложил в нас Его можно легко разрушить И очень часто, вот мы с вами, дорогие взрослые, это и делаем Или осознанно, или неосознанно Но мы, к сожалению, вот разрушаем эту прекрасную самооценку Которую человек имеет с самого рождения Если от взрослых идет много негатива То ребенок вот вырастет с этой низкой самооценкой Дальше смотрите Что пытаются сделать родители как можно раньше Они пытаются его отдать в садик Это очень популярно у нас И я понимаю, что есть разные причины Некоторые прямо до двух лет уже ребенка сдают в ясли Неважно, там частный садик или муниципальный Не очень-то большая разница Вот когда у нас Женя родился Мы эту тему изучали немножко лично Я каких-то садиков не пересмотрела И мы везде старались побывать Посмотреть, что как И даже ходили немножко в один садик Я вам скажу Сейчас у нас в городе на самом деле есть Хорошие садики Дорогие Где твоему ребенку дадут вот все, что хочешь Там от английского языка От пятиразового питания до бассейна До какой-то там солярий, сауна, что угодно Ну, есть такие, да, места прекрасные Но не дадут никогда в садике одного Любви Вот ни за какие деньги Ты не заставишь воспитательницу Любить твоего ребенка Поэтому Мы вот как-то, знаете, привыкли специалистам доверять То есть Ну, у нас как вот Какие причины вообще Такого раннего Отдать ребенка в садик Во-первых Ну, часто финансовая причина Да, не хватает денег И нужно идти работать Это одна проблема, да Но я также слышала Общалась лично с такими женщинами Которые говорили У нас все нормально с финансами Просто мне надоело сидеть дома Я не могу Вот сидеть без конца дома Мне неинтересно И ребенку со мной тоже скучно Вот такой вот она делает вывод Значит, быстро стремится его сдать в садик И идти жить какой-то другой Такой, на ее взгляд, полноценной жизнью Там вот где-то интересно А вот с ним неинтересно Так вот Что такое сдать вот ребенка Вот в это учреждение детское А это значит, что вот этот возраст доверия Да Вот этот вот Вот эта драгоценная почва Она будет засеиваться Кем-то другим Потому что Целый день ребенок проводит Вот где-то в другом месте Кто туда, скажите, сеет? Да те люди, которые его окружают И потом Ну, вот Может быть Неожиданный урожай Этот период Да Вот кажется Ребенок Он все время с тобой Он где-то под ногами Там крутится Надоедает тебе Дергает тебя без конца Все там ломает Разливает Ну, докучает тебе как-то И кажется Да вот же он все время со мной Я всегда успею Все ему там объяснить И погулять с ним еще успею И успею с ним почитать Ну, вот эта книжка Вот что-то у нас давно уже лежит Ну, я еще успею ее прочитать А вот это там Тоже какое-то дело не сделанное Ну, ничего Мы еще сходим там с ним Везде Мы еще сходим в поход И все А потом Раз И Кончилось время Оно прошло И все родители У которых есть Взрослые уже дети Есть тут такие Вот Помышите мне рукой Да вы знаете Правда, что Все это кончается Очень быстро А возраст доверия Кончается Еще быстрее Это всего два коротких года И если вы не успеете Посеять туда Многие вещи Вы не успеете Понимаете Есть такие процессы Которые очень завязаны На времени То есть Они завязаны Жестко завязаны На сроках Вот, например Возьмем такую Всем понятную Аналогию Садоводства Многие женщины Вообще Садят Какие-то растения Выращивают рассаду Я раньше думала Ну что такое рассада Ну ерунда какая-то Вот Вот просто Проще простого Когда я начала Сама ее Разводить Я поняла Что это Не такое уж Простое дело Во-первых Ее нужно посадить Вовремя Если вот не успеть Хотя бы Две-три недели Опоздать Или месяц То За вот наше Короткое Холодное лето Растение Оно вот Не успеет Весь свой цикл Пройти Своего развития И оно Либо Не принесет Плода Либо оно Не вырастет Будет маленькое Цветы Вот Вырастут Но вот Не расцветут Вот бутоны Выпустят А их уже Мороз побил То есть Вот Очень важно В этом деле Все делать Вовремя И потом Посадил ты Вот эти вот Выросли Маленькие Росточки Столько Они требуют Внимания То есть Их надо Вовремя Полить Не полил День Они все Погибли Поставил на подоконник Они засохли Тут им холодно Там им жарко Тут им светло Там им темно Бегаешь с ними Не знаешь Куда это все деть И вот понимаете Трудоемкий процесс Как вы думаете С детьми С детьми Это нашими Еще более Во много раз Более трудоемкий Ладно Пропадут у тебя Эти помидоры Это не страшно Но Ребенок У тебя Там один Или два И это Не сравнить Но Вот я имею ввиду Что Процесс времени Очень важен Проходит какой-то Важный Период И он Больше Никогда Не повторится И ты не сможешь Вернуться В ту точку И что-то Исправить В точку Где ты Вот что-то Упустил Все Это прошло Конечно же Конечно же Всегда есть Возможность Что-то Исправить И Господь наш Он Великий Исправитель Правильно И вот смотрите Притчи 22.6 В ней говорится Наставь юношу При начале Пути его И он Не уклонится От него Когда и Состарится Вот это Как раз Указание На то Что Мы не должны Пропускать Это время Мы не должны Пропускать Вот это Драгоценное Начало Да И если Его пропустить То Вот какая-то Часть души В ребенке Она может Знаете Очерстветь Или Вообще Умереть Отмереть Вот эта Часть Может Или Что-то Может Так Как-то Неправильно Развиться Что-то Может Недоразвиться Например Вот Самооценка Да Та Самооценка Мы о ней попозже Еще скажем Которая Закладывается Вот в этот Важный Период Она Очень плохо Потом Поддается Коррекции Это я знаю Вот не понаслышке Поскольку Я сама Росла В такой Семье Где родители Были Геологи Ну знаете Что это За профессия Да Это профессия Кочевая То там То там Вот так Вот они Кочевали У нас Все детство Туда Сюда А мы Как-то видели Их очень Урывками Периодически В конце концов Мы совсем Остались Здесь в городе Свердловске А они Уехали На три года На работу И вот Мы даже Ни под чьим Попечением Не были Просто с сестрой Вдвоем Росли Вот так Вот одни И мне было Восемь лет И я скажу вам Что это Было Несладкое Время То есть Настолько Много Настолько Много Последствий От этого Вот лично Я испытала И больше Всего Это ударило По самооценке Потому что Ребенок Он как думает Если со мной Нет папы И мамы Значит Они не хотят Со мной быть А почему Они не хотят Со мной быть Потому что Я плохая Я недостойна И вот Как вот Мне не хватило Вот этой любви И внимания И я с тех пор Стала считать Что Я и недостойна Любви И внимания И вот знаете Уже 26 лет Бог работает С моей самооценкой И конечно Есть Какие-то Подвижки Но До идеала Еще очень далеко Вот Настолько Серьезно И важно То Что закладывается В детстве И настолько Важно Не опоздать Да Не опоздать Вот Что-то Такое Вот Важное В них Посеять Потом Вырастить Потом Закрепить Что Мы должны Успеть Вот Что Мы должны Успеть В этот Важный Период Если молодые Родители Да Совсем Молоденькие Они Вот Что Думают Они Думают Что Главное Развитие Способностей Ребенка Вот Так Вот Хочется Чтобы Он Такой Был Самый Талантливый Самый Вот Умный Такой Прямо Вундеркинд Чтобы Все сказали Ах Ну и Подразумевалось Какие Хорошие У него Родители То есть Человеку Хочется Как-то Ну Самоутвердиться За счет Да Детей Может быть Другой Мотив Вот Вот Этого Это я Тоже Знаю На собственном Примере Потому что Когда родилась Наша первая Дочка Ирина У меня Был Очень Сильный Страх Что Я Во-первых Вообще Не справлюсь Со своей Ролью Матери Во-вторых Что Я Что-то Упущу Такое И Она Никогда Ну и Человек Никогда Не преуспеет В жизни Вот Все У него Пойдет Кувырком Вообще Если Я Что-то Вот Хотя Чуть Чуть Там Забуду Или Не Сделаю То Все Будет Просто Вообще Полный Крах И Я Так Старалась Наверное Не было Во всем Городе Матери Старательнее Меня Потому что Я Весь Свой Пыл Своей Молодой Энергии Бросила На Это Дело Развивать Своего Ребенка У меня Просто Было Вот Все Что Можно Было Прочитать На Эту Тему Из Христианской Литературы Я Прочитала Я Очень Увлекалась Методиками Раннего Развития Сисиль Лупан Всех Изучала Всех Читала Все Делала Это Ребенок У меня Занимался Непрерывно У меня Было Расписание А Ей Еще Не было Двух Лет От Одного Занятия Мы Переходили Вообще Делали Многие Всякие Чудеса Которые Сейчас Я считаю Совершенно Не нужно Но Тогда У меня Вот На полных Парах Шел Этот Паровоз И В два С половиной Года Она Уже Была В первой Школе Развития Потом Пошло Поехало Там Разные Школы Искусств Музыкальная И английский Индивидуально И Художники И Какие-то Школы Для Подготовки К школе В общем Что-то Было Невероятное Я помню Денег Даже Тогда Не было Особо Это Был Конец Девяностых Годов Каждая Свободная Копейка Она Шла Вот На Это И Конечно Мне Потом Сказали Спасибо За Такую Программу Развития Но Я считаю Это Был Перебор Я И Себя Загнала И Детей Загнала Вот Но Мне Все Казалось Что Я Потом Кристина Родилась Ее Пустили По той же Дорожке Но Дальше Когда Родители Уже Более Опытные Они Успокаиваются На Эту Слава Богу Если Есть Родители Такие Мудрые Которые Сразу Понимают Что Не В Этом Счастье Вообще Что Есть Другие Важные Вещи Более Важные И Вот Следующим Этапом Какого-то Нашего Сознания Родительского Было То Что В Ребенке С самых Ранних Лет Надо Развивать Характер Значит Если Будет Характер Он Потом И Способности Свои Разовьет И С Людьми Будет Ладить И Как-то Все Это Сможет Слово Держать В общем Будет Хорошим Человеком Сможет Идти За Богом Будет Верным Честным Верным Честным Хорошим Поэтому Нужно Развивать Характер А Вот Сейчас Мы Уже Пришли К Другому Мнению С Моим Мужем Да К Третьему Ну Вы Понимаете Что Конечно Есть И то И другое И третье Не может Быть Что-то Одно Все Должно Быть На Своем Месте Но Самое Главное Для Нас Теперь Это Просто Любить Своего Ребенка И За Вот Этот Коротенький Период Раннего Детства Вложить В него Много Любви А Это Я Вам Скажу Тоже Непросто Потому Что Жизнь Наша Сейчас Настолько Занятая Настолько Какая-то Нервная Вся Дерганая И Нам На работе Нужно Нам В церкви Нужно Успеть У нас Служение Нам Дома Со всеми Делами Справиться Потом У нас Есть еще Социальные Сети Мы Должны Там Прийти Проконтактировать Со всеми По делу Не по делу Это Как-то Тоже Надо Все А у Ребенка Свои Дела У него Садик У него Секции У него Свои Планшеты С каналами Мультиками Попробуйте Его Оторвите И при всем Этом Да При всем Вот этом Огромном Комплексе Дел и занятий Трудно Даже Как-то Сосредоточиться На нем Потому что Ресурс Человеческой Психики И внимания Он не Безграничен Правда Ты устаешь От всего этого И думаешь Уже Лишь бы мне Отдохнуть Не могу Уже Не гулять Не разговаривать Не слушать Кого-то Хочу Посидеть Одна И вот Помолиться Или почитать Ну чтобы Меня никто Не трогал Так что Дорогие мои Вот кажется Это самое Простое Любить На самом деле Организовать Свою жизнь Так чтобы У тебя Было Вот это Свободное Время На ребенка Было Вот этот Ресурс Внимания Физических Сил На то Чтобы с ним Разговаривать Как-то Общаться Что-то Делать Вместе Это Тоже Великое Искусство Вот Нужно Так Организовать Свою Жизнь Нужно Поступиться Какой-то Частью Своих Дел И Отдать Это Время Ребенку И Давайте Посмотрим Вторую Заповедь Вот Включите Значит Ребенок Рождается С Неограниченным Потенциалом Нам Главное Не запрещать Ему А переключать Внимание На что-то Более Полезное Безопасное И Привлекательное Вот Когда вы Воспитываете Ребенка Важно Вот так В голове Держать Три вещи Во-первых Что он Вот это Безграничное Существо Да С таким Огромным Потенциалом Очень Многие Родители Думают Что Ну Это Просто Мой Ребенок Такой Со Своими Недостатками Ничего Нормально Делать Не умеет И так Далее Они Вот Так Думают Про Ребенка Если Очень Много Происходит От того Как Вы Думаете Да Оно Потом Встает Таким На самом Деле Вот Имейте В своих Мыслях Вот Такое Видение Да Второе Что Ребенок Ваш Является Уже Является Носителем Определенного Божьего Призвания Оно Не дается Ему В 10 Лет Или В 15 Оно Уже В нем И в Ребенке Вашем Заложены Несметные Богатства Которые Бог Туда Заложил Вы понимаете Совершенно Не важно Когда Ребенок Научился Читать Когда Он Научился Ходить Там Говорить Чисто Ли Он Говорит Вот Это Не важно Вы Как Родитель Должны Знать Есть Это Призвание Потому Что Оно Есть В Каждом Человеке И Третье Что Вы Должны Постоянно Думать Об Это Напоминать Себе Об Это То Что Вы Именно Вы Вот Все Кто Тут Сидите И Все Кто Нас Слушает Сейчас Онлайн Именно Вы Являетесь Воспитателями От Бога Для Вашего Ребенка Самыми Лучшими Воспитателями Вот Давайте Задумаемся Что Такое Вообще Воспитание Вот Как Раз Шалва Монашвили Предлагает Такой Подход К этому Слову Разбор Его Если Вот Так Представьте Его Написать В Потом Ось Потом Питание То То Есть В Ось Питание То Есть Мы Питаем Какую Ось А Что Это За Ось Вот У Каждого Человека Есть Какой То Центр Его Личности Это Стержень Это Ось И Это Стержень Это Образ Божий Который Туда Вложил Сам Господь И Вот Раскрытие И Познание Этой Сути Это И Есть Воспитание Познание В Вашем Ребенке Этой Этой Суть И Вот Это Нужно Подпитывать Потом У Большинства Родителей Воспитание Сводится Так Все По-простому А дети Будь Накормить Научить Все Я Справился С Своей Задачей Но Если На самом Деле Посмотреть Шире Если Видите В нем Образ Безграничного Творца То Тогда Вы Совсем По-другому Будете Относиться К Ребенку К Своему И По-другому Его Будете Воспитывать И Другой Уровень Отношений У вас Будет Со Своим Ребенком Вы Не Будете Его Даже Мысленно Ограничивать Понимаете Вы Будете Предоставлять Ему Вот Этот Простор Для Его Самовыражения И Ты Не Будешь Смотреть На Своего Ребенка Как На Какое-то Глупое Беспомощное Существо Меня Удивляет Как Многие Родители Вот Они С Такой Авторитарной Позиции Подходят К Ребенку Я Вообще Все Знаю Я Пожил Уже Я Опытный А Ты Что Ты Не Знаешь Ничего Вот Это Вредный Подход Друзья Мои И Смотрите На него Не как На Вот Это Какое-то Безмозглое Существо Совершенно Ничего Не Понимающее Но Смотрите На него Как На Великолепный Замысел Божий И Если Мы Вернемся К месту Писания Притчи 22 Глава 6 Стих То Посмотрите Еще раз Наставь Юношу При Начале Пути Его Да И Мы Часто Понимаем Эти Слова Так Вот Если Ты Будешь С детства Читать Ему Библию Молиться Водить Его В церковь То Он И В старости Не Уклонится От Этого Пути На Который Ты Его Наставил Вот Христианского Пути Но Я Думаю Что Как Б Глубинный Смысл Этого Стиха Конечно У Библии Очень Много Да Может Быть Разных Толкований И Они Верные В основном Все Но Вот Здесь Ключевыми Словами Являются Слова Пути Его То Есть У ребенка Есть Собственный Путь И Он Стремится Получить От Вас Водительство Соответствующее Его Уникальности То Есть Вы Должны Разглядеть Этот Путь И Воспитывать Его Как В соответствии С этим Путем А каждый Родитель У которого Больше Одного Ребенка Знает Что 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 все Дети Какие Разные Они Все Разные У нас Был Забавный Случай Такой Мы Были Недавно В Санатории А Санаторий Находился Мы Были С Виктором И Женей Санаторий Находился В сельской Местности И там Соответственно Был Ну вот Все Что Есть В деревне Был Там Трактор И Женя Очень Восхитился Трактором Он их С детства Любил А тут Прямо Увидел Да еще Ему Дали Поводить Этот Трактор Он сам Сидел За рулем После Этого Он Влюбился В трактор Не Отходил От него И Каждое Утро Нежно Очищал Снег С него Своими Варежками И Женщины Из нашей Группы Они Все Любили Женю Очень Они Так Умиленно Смотрели Так Вздыхали И говорили Ой Тракторист Там Будет И Мы Конечно Были Так Из задачи Но Я Смеялась Что Вот У нас Три Дочери Одна Дочь С Литературными Талантами Вторая С Художественными Третья С Музыкальными А Сын Тракторист Ну Хорошо Если он Захочет Быть Трактористом Вот Честное Слово Я Не Буду Ему Препятствовать Если Это Будет Дело Его Жизни Пожалуйста Я Уважаю Выбор Ребенка Но Вообще На самом Деле Женя Вот Очень У нас Отличается От И девочки Конечно Разные Но Он Отличается От Них В том Плане Что Все Девочки Были Достаточно Во-первых Послушны Во-вторых Они Обладали Какой-то Врожденной Способностью Хорошо Себя Вести В Обществе И Вы Знаете Мы Никогда Не Говорили Им Особо Как Это Делать Вот Никогда Не Было Каких-то Лекций Специальных Или Каких-то Там Специальных Поучений Мы Приехали В Сочи На Какую-то Конференцию И С нами Были Наши Девчонки Они Были Еще Тогда Такие Маленькие Мы Их Оставили Где-то У кого-то Под присмотром Когда мы Вернулись Нам Сказали Что Вы Делаете Со Своими Детьми Мы Сказали А Что Такое Это Самые Послушные Дети Во Всем Сочи Вот И Мы Сказали Ну Вот Ничего Особенного Мы Не Делаем Вот Есть Такое Какое-то В них Что Ли Манеры Такт Какой-то Природный Вежливость Вот Все Это Было И Мы Так Думали Что Это Все Нормально А Когда Родился Женя То Мы Поняли Что Как раз Он Из Тех Мальчиков Которые У которых Родители Регулярно В общественных Местах Делают Вид Что Это Не Их Ребенок Помните Вот Очень Было Неудобно Иногда И Как-то Даже Стыдно Он Там Мог Драться Он Мог Вообще Говорить Какие-то Вещи Неприятные Такие И Все Это Было Для Нас Удивительно А Наши Девочки Которые Уже Достаточно Взрослые Они Говорили Вы Что Вы Его Не Воспитываете Вы Посмотрите Это Что Такое Почему Вы Его Не Воспитываете Почему Не Объясняете Ему Что Так Нельзя Делать И Так Девочки Но Вот Вы Выросли Нормальными Людьми Они Говорят Ну Да И Мы Вас Нормально Воспитывали Да Мы Говорим Неужели Вы Думаете Что Мы Потеряли В Раз Всю Свою Родительскую Квалификацию Конечно Нет Мы Говорим Ему Больше Чем Вам В Десять Раз Каждый День По Нескольку Раз Но Это Не Помогает Потому Что Личность Его Не Так Устроена Я Постоянно Напоминала Себе Что Ребенок Не Должен Быть Удобным Он Должен Быть Самим Собой Вы Знаете Мы Поставили Себе Долгосрочные Цели Мы Решили Его Как-то Не Ломать Не Не Давить На Него И Потихоньку Процесс Воспитания Идет Такой Мягкий И Он Становится Все Лучше И Лучше Уже Сейчас Как-то Приятно Стало С ним Появляться Где-то Ну Прошло Какое-то Время И От Нас Конечно Потребовалось Терпение Да Вот Когда Речь идет О Детях То Родителям Важно Быть В ладу С Природой То Есть Вы Должны Смотреть Какие У них Природные Задатки А не То Что У Меня Старший Сын Такой Спокойный И Образцово Показательный Значит И Младший Должен Б Такой же Нет Он Может Быть Совсем Другой Он Может Приворачивать Дом Все Вверх Дном Срывать Шторы С Карнизами Он Может Стоять На Голове И Что Угодно Это Тоже Ваш Ребенок И Прошу Любить Миловать То Есть Нет Никаких Стандартов И Ваших Собственных Методах Воспитательских Также Не Должно Быть Никаких Стандартов Если Вам В школе Потом Или В садике Начнут Говорить Вот Должно Быть Так Или Так Не Слушайте Их У Вас Есть Своё Собственное Понимание Вашего Ребенка И Вы Должны Действовать Согласно Ему Что Нужно Для Того Чтобы Вот Увидеть Вот Этот Путь Его Личный Разглядеть Вот Эту Индивидуальность Нужно Внимание Конечно Терпение И Возможность Какого-то Выбора Дать ему Какой-то Выбор То есть Позаниматься Разными Вещами Которыми Ну И Посмотреть Что Ему Больше Подходит Вот Для Меня Вот Это Значит Уважать Личность Ценить Его Выбор Как-то Вот Считаться С ним С самого Начала Это Не Значит Предоставить Его Самому Себе Или Позволить Ему Делать Вот Все Что Он Захочет Это Тоже Неправильно Вот Этот Путь Вседозволенности Он Совершенно Не Туда Заведет То Есть Нужно Его Корректировать Нужно Его Поправлять Но Все Ж Надо Видеть В нем Личность И Никогда Он Уже Вырастет Понимаешь Понимаете Вот Вы Сначала Вы Можете Сказать Ему Сначала Вырасти Выучись Женись Получи Профессию Потом Я Буду Уважать Тебя Как Личность Это Поздно Уважать Личность Нужно Начинать Тогда Когда Она Только Себя Осознает То Есть Около Двух Лет И Давайте Подумаем Еще о том Что Вот Мы С вами Родители От Бога Да Мы С вами Великие Воспитатели Для своего Ребенка Ты скажешь Ну Я В себе Таких Талантов Не Замечала Никогда Вот Лучше Я отдам Ребенка Там Куда Нибудь В школу В садик В церковь И пусть Его там Воспитывают Там Люди Вот Такие Знающие Такие Понимающие И мы Как-то Специалистом Очень Доверяем Что Они Все Сделают Правильно Я Скажу Вам Никто Лучше Вас С этой Задачей Не Справится Вот У нас Была Одна Родственница Которая Была Тогда Еще Садичного Возраста Сама И Когда Воспитательница Спросила В садике А Вот Что Для Вас Такое Садик И Другие Дети Начали Отвечать Что Садик Это Ну Как бы Чуть Не Дом Родной А Воспитательница Это Вот Вторая Мама То Это Наша Родственница Сказала Очень Определенно Садик Это Когда Мама На Работе А Воспитывают И Любят Дома И Золотые Слова Правда Но Нигде Кроме Дома Человек Не Научится Ни Любви Ни Доверию Ни Взаимопониманию Ни Способность Уйти На Компромисс Ни Состраданию Всему Этому Ребенок Научится Только От Вас И Никакой Учитель Да Учитель Лучше Научит Тренер В секции Лучше Натренирует Но У них Просто Нет Времени Поверьте Заниматься Какой-то Уникальной Индивидуальностью Вашего Ребенка У них У всех Планы Учебные У них У всех Учителя Вообще Сейчас Очень В таких Условиях Что Им Просто Некогда Вообще Они Задавлены Какими-то Отчетами Своими Нагрузками Своими Вот Этими Программами И И у них Вообще 30 человек В классе Вы представляете Кто Они будут Воспитывать Вашего Ребенка Вглядываться В его Божественную Сущность Нет Они Не будут Я вам Точно Говорю Вот Но Мы Родители Также Можем Вот Полениться Где-то И И Не Делать Этого Хорошо Раз Мы Такие Все Замечательные Божьи Помазанники На Воспитание Мы Тогда И ошибок Делать Не Должны Вот Скажите Делали Вы Делали Ли Когда-нибудь Ошибки В Воспитании Вот Саша Нескент Кивает Головой Хотя У него Очень Маленькая Дочка Ну Вот Все Делали Правда Не Все Такие Может Смелые Как Саша Но Все Мы Делали Ошибки И Я вам Скажу Даже Больше Мы Будем Делать Дальше Нет Никаких Идеальных Родителей И Оставьте Свой Перфекционизм Где-нибудь В стороне Я вам Скажу Дети И Не Ждут От Нас Никакой Идеальности У них Огромный Запас Безусловной Любви У них Огромный Запас Прощения Вот Эту Любовь Детскую Безусловную Она Вообще Уникальна У нас Как-то В обществе Принято Ценить Знаете Романтическую Любовь Вот О романтической Любви Там Все Песни Все Вот Какие-то Фильмы Все Вот Эти Истории Сказки Там Все Ищут Все Как-то Ценят Прямо Ждут Что-то Самое Прекрасное В жизни И почему-то Вот эта Детская Любовь Такая Трогательная Такая Доверчивая Такая Преданная Она Почему-то Упускается Кажется Что это Что-то Такое Неважное То Что Не нужно Даже И Внимание На это Обращать А на самом Деле Мы Поучиться У них Должны Вот этому Как они Могут Прощать И как Они Вообще Могут Любить Родителей Которые Далеко Несовершенны Нам бы Так Научиться Любить И Я вам Говорю Цените Такую Любовь Пока Она у Вас Есть Если Вы Будете Ее Оберегать Как Цветок То Она Разовьется Потом Во что-то Более Осознанное Дети Вырастут А Любовь Останется И Она Будет С Вами Всю Воспитывала Детей Я думала Ну вот Какие они Маленькие Какие хорошенькие Я очень Люблю Маленьких Детей И вот Меня так Они Умиляли Так Они Приводили В восторг Я думала Ну вот Кончится Этот Такой Период Усепусечный И вот Как-то Я наверное Ну как-то Отношения Будут Другие Уже И Не нужно Будет Ну я не Смогу Уже Так Их Любить А они Не будут Любить Меня И Мне казалось Так Как только Ребенок Выходит Из родительского Дома Он Вырастает И все Кончается На этом Но на самом Деле У нас Не кончилось С детьми Они Продолжают К нам Тянуться Они Продолжают Нас Просто Вот Хотеть С нами Время Проводить Продолжают Как-то Слушать Что мы Говорим И все Это Так Трогательно Для меня Это Какой-то Бонус Воспитание Понимаете Вот Родитель Вот Эта Детская Любовь Она Не Кончается С годами Слава Богу Да Это Мы Поговорим Об этом Подробнее В следующий Раз Когда Буду Говорить О Более Взрослых Детях Как Сберечь Эту Любовь И Давайте Сейчас Перейдем К третьей Заповеди Третья Заповедь Звучит Так Чтобы Развивать Ребенка Достаточно Просто Привлекать Его Ко Всем Делам Ко Которые Выполняешь Ты Только В посильной Для него Форме Чтобы Развивать Ребенка Не нужно Как мы Уже Сказали Да Упираться В эти Секции И Во всякие Школы Развития Да Они Должны Быть Какой-то Мере Но Если Вот Вы Примите Верой Что Вы На самом Деле Самый Лучший Воспитатель Для Своего Ребенка Да То Вы Можете Просто Понять Что Он Нуждается В Общении С вами И Достаточно Проводить С ним Побольше Времени Да Делать Что-то Вместе Как-то Общаться Вдумчиво Делать Просто Домашние Дела Вместе Читать Посещать Какие-то Ну Какие-то Одно-два Занятия Поинтересам То Что Ему Интересно Вот И все Этого Достаточно Иногда Просто Достаточно Одного Вашего Присутствия А он Предположим Там Где-то Играет Сам Самое Важное Не то Что он Делает А то Как вы К этому Относитесь Потому Что Именно Из этого Формируется Отношение К самому Себе И вот Смотрите В детстве Мы узнаем О себе Самих Только Откуда Вот Из какого Источника От Окружающих Нас Людей Мы Никак Не Можем Узнать Это Откуда То Еще И Это Налагает На нас Родителей Большую Ответственность Вот Смотрите Если взять Человеческую Личность Она Как Такой Слоеный Пирог У Ней Много Разных Слоев Например Там Эмоции Потребности Так Вот Что Находится В самой Глубине Вот Этого Слоеного Пирога Вот Этой Личности Что Как Вы Думаете Вот Где-то В глубине Основа Основ Это Что Подумайте Об этом Это Детей Вот Люди Умные Ученые Изучающие Да Все Это Говорят Что В глубине Нашей Личности Находится Вот Это Ощущение Себя Живым Осознание Себя Живым Я Есть Да И Соответственно Отношение К этому Я То есть Отношение К самому Себе Это Самый Глубинный Пласт Нашей Личности И Положительное Отношение К себе Это Основа Вообще Психологического Выживания Вот Это Очень Важно Ребенок Он Вот Это Интуитивно Знает И он За это Отношение Вот Он его Ищет И он Даже Борется За него Это Очень Важно Вот Что Конкретно Надо Ребенку Знать Вот В его Детстве В его Даже Ранние Годы Он Должен Знать Что Он Хороший Что Его Любят Что Он Может Справляться С Делами И Что Он Вообще Есть Что Его Вот Эти Четыре Вещи Запишите Себе И Пожалуйста Запомните Вы Как Родители Конечно Все Это Тоже Знаете И Применяете В своей Жизни Но Хорошо Это Как Еще Осознавать Значит Что Он Хороший Ребенок Что Его Любят Что Он Может Справляться С Какими То Делами Что Он Есть Его Любит Бог Вот Если Маленькому Ребенку Сказать Как Ну Например Какая Ситуация И Родители Вот Друг Говорят Там Ты Плохой И Он Что Скажет Я Хороший Да То Есть Ребенок Он Как Бо Прямо Интуитивно Чувствует Он Борется За Сво Вот Это Отношение К Самому Себе Беда В том Что Силы У Него Очень Маленькие Еще И Вот Его Можно Переубедить Его Можно Переубедить В том Что Он Совсем Которых Убедили В детстве Что Они Нехорошие Они Не Могут И Их Никто Не Любит Почитайте Роман Трумана Капот И Хладнокровное Убийство Там Как Раз Вот Про Это Написано Очень Ярко И Кажется Что Ребенок Еще Маленький Ничего Не Понимает Да Чего Там Стараться Да Вот Говорю Все Что Хочу Он Все Равно Ничего Не Понимает Не Запоминает На Самом Деле Самый Маленький Малыш Уже Может Переживать Внутри Себя Чувство Либо Благополучия Либо Неблагополучия Достаточно Посмотреть Как Он Просыпается Утром С Улыбкой Или В Слезах И Вы Знаете Из Этого Неосознанного Пока Чувства Благополучия Или Неблагополучия Рождается Потом Вот Это Ощущение Счастья Или Несчастья И Конечно Мало Какие Родители Говорят Впрямую Ребенку Ты Плохой Например Каждое Утро Но Хотя Я знала Такие Случаи Во дворе Где мы Жили Была Такая Женщина Которая Своего Сына Где-то Ему Лет 7 Было Она Кричала На весь Двор Иди Отсюда Никому Ненужный И Мальчик Так Жемался И Вот Как Шел Понимаете Вот Это Впрямую Прямо Сатанинское Слово В жизни Этого Мальчика Мать Говорит Иди Отсюда Никому Ненужный И Это Было Конечно Не раз И Не два Это Было Прямо Целенаправленное Внушение На самом Деле Мы Не Стараемся Говорить Таких Вещей Но Вот Сейчас Внимательно Послушайте Каждым Своим Обращением К ребенку Делом Или Словом Или Интонацией Или Жестом Даже Брови Когда У нас Нахмурены Мы Несем Им Знаете Что Послание Не о Своем Состоянии А о Нем Самом Вот Этого Мы Очень Часто Не Осознаем Мы Как-то Живем Так Не Задумываясь Импульсивно Ой Тут Под Горячую Руку Попался Шлепнул Его Накричал Как Обозвал Душу Отвел И Тебе Легче А Ребенок Получил Послание Понимаете Не о том Что Мама Там Устала И Раздражена А о Том Что Он Плохой И Вот Они Именно Так И Воспринимают Наказание Они Воспринимают Как Послание Ты Плохой А критику Если Ты Раскритиковал То Что Они Делают Как Сообщение Ты Не Можешь А Если Ты Его Проигнорировал То Мне Не До Тебя И Ты Вообще Нелюбим Мы Ну Следили За Этим Что Мы Как Мы К Ребенку Обращаемся Всей Своей Жизнью Понимаете И Вот У Ребенка У Него Накапливается Вот Какая То Есть Эмоциональная Копилка И Там Копится Всю Жизнь То Что Мы Туда Опускаем Вот Эти Все Наши Маленькие И Большие Высказывания Про Него Взгляды Там Улыбки И Далее Задумайтесь А что В копилке Вашего Ребенка Или Тепло Принятие Одобрения Или Окрики Какая-то Критика Постоянная Наказание Некоторые Родители Вообще Думают Мне кажется Что Суть Воспитания Воспитание Это В наказании И что Наказание Оно Как бы Самую Важную Воспитательную Роль В себе Несет И вот Если мы Посмотрим Притчи 19 главу 18 стих Очень известное Место Здесь Написано Наказывай Сына Своего Доколе Есть Надежда И не Возмущайся Криком Его И сразу Представляется Такая Картина Такой Отец С ремнем И Такой Орущий Ребенок От Боли И Страха И Такой Отец Я все Делаю По Писанию Я не Смущаюсь Твоим Криком А если Ты руку Ему Ломаешь Он кричит Тоже По Писанию А один Отец Был Верующий Прямо Верующий Христианин Который Наказывал Детей Тем Что Душил Их Душил Пока Они Не Синели А потом Отпускал Это Он Тоже Считал Что Смущаться Криком Не Надо Или Современный Современный Наставить Вот Он Может Исправить Поведение Человека Никогда Иначе Вы знаете После Чурим Все Выходили Бы Такие Исправленные Но Почему Они Они Там Не Исправляются А Наоборот Если Человеку Не Не Повезет Там Познать Бога Да То Он Выйдет Оттуда Совсем Не Исправленным А в Конец Огрубевшим Очерствевшим И Потерявшим Вообще Всякое Представление О Каком-то Человеческом Добре И Справедливости И так Далее Зачем Нужно Наказание Зачем Чтобы Показать Зачем Чтобы Обратить Внимание Ребенка На То Что Нормы Некоторые Нарушены Те Правила Те Границы Которые Вы Установили Да Их Ну Они Перейдены Они Нарушены И Мы Просто Берем И Указываем Ребенку На Это На Вот Это Вот И Таким Образом Мы Воспитываем Личность Ребенка Не Страхом Он Не Под Страхом Это Не Делает Да Он Это Делает Из Понимания Почему Так Нельзя То Есть Не Вызываем Мы У него Отрицательных Эмоций На Это Он Должен Понять Что Это Просто Справедливо И Он Должен Понять Почему Он Не Должен Так Делать Вообще Существует Очень Много Видов Наказания Знаете К Нам Приезжала Один Раз Женщина Из Америки Пожилая Уже Женщина Я Была На Ее Руки Прошло 100 Приемных Детей Вот Она Их Лично В семье В разное Время Воспитывала Представляете Дети Какие Там Разных Возрастов Разных Состояний Все Они Были Конечно Ну Не Совсем В Хорошем Состоянии Правда И С Расстройствами Психики И С Травмами И С Физическими Болезнями Разные Были Дети Вот Как Можно Было Вот Их Как И всех Она Их Приводила В нормальное Состояние Она Не Врач Она Не Какой-то Специалист Великий Она Просто Мама Была Она Была Для них Мама А В Америке Вы знаете Вообще Нельзя Недопустимы Телесные Наказания И Каким Образом Она Делала Вот Она Делилась Опытом Во-первых Она Говорила Что Если Ребенок Вот Был В таком Неадеквате Он Не Контролировал Себя Плохо Себя Вел Она Держала Его Максимально Рядом С собой Всякую Нагрузку Убирала В виде Каких-то Дополнительных Занятий Она Говорила Что Это Стресс Дополнительный Для Ребенка Она Его Просто Держала Рядышком И Если Он Начинал Баловаться И Всячески Как-то Себя Неправильно Вести Она Просто Могла Например Взять Его Руки И Вот Так Прижать К себе И Как-то Его Обездвижить Потом Были У ней Всякие Арсеналы Она Делилась Можно Ребенка Было Заставить Сидеть На Стульчике В минуту Без движения Без слов Можно Было Заставить Более Старших Делать Физические Упражнения Сколько-то Раз Нужно Было Обязательно Ущерб Который Например Что-то Разлил Иди Прибери Если Он Тебя Стукнул Он Должен Был Погладить Потом И Она Даже Прошла Курсы Самообороны Понимаете Чтобы Не бояться Ну Представляете Сто Детей Вот Таких Но Это Не Все В раз Было Это Было Не Сразу Но Тем Не Менее Вот Такая Была Решительная Женщина И Она Что Говорила Очень Важно Спокойно И Настойчиво Требовать Вот Чтобы Ребенок Это Сделал И Все Никакой Тебе Ругани Никакой Никаких Криков Никаких Багровых От гнева Лиц Бывает Такое У нас С нами Правда Когда Ребенок Вот Выведет Из себя И Мы Просто Уже Себя Не Контролируем Хватаемся За ремень И Там Происходит Побоище Вот То есть Давайте Запишем Несколько Правил О Наказаниях Совсем Маленьких Главное Не Делать Наказание Чрезмерным Не Перебарщивайте Никогда С ним Это Не Повод Отомстить За что-то Ребенку Или Выпустить Пар У Родителей Дальше Не Унижайте Никогда Ребенка Объясняйте За что Вы Его Наказываете Коротко И Четко Говорите Об этом И И Быть Очень При этом Спокойным Чтобы Все Происходило В Спокойной Атмосфере Я Вообще Пользуюсь Таким Еще Таким Способом Когда Ребенок Плохо Себе Ведет Я думаю А почему Что такое Значит Что-то У него Не в порядке Что-то Ему Не додали Обычно Обычно Это происходит Когда Например Меня нет Несколько Дней Или я Очень Занята И Не успеваю Ему Это Внимание Уделить И он Начинает Себя Просто Плохо Вести Тут Два Пути Либо Его Больше Наказывать Либо Вот Посмотреть И Что Ну Сделать Что-то Для Него Хотя Бы Просто Провести С ним Спокойно День И все Поведение Налаживается Когда Я сегодня Готовилась К этой Проповеди Женя Заходит В комнату И Видит Меня С Библией С Конспектами И говорит Ты что Делаешь Я говорю Готовлюсь К проповеди А о чем Ты будешь Говорить О Воспитании Маленьких Деток Так И вдруг Он сказал Неожиданно Тогда Передай Им То есть Вам Интересно Вам Вот что Ребенок Четырехлетний Думает По этому Поводу И он Сказал Передай Им Что Ребенка Не надо Строго Воспитывать Что Не надо На него Кричать Ругаться Я сказала А как Тогда Если он Делает Что-то Не то Нужно Только Вежливо Его Попросить Чтобы Он Так Не Делал И Он Больше Не Будет Вот Что Сказал Я Передала Как Меня Простили Слово Слово То есть Что Хотят От Наши Дети Они Хотят Уважения Они Хотят Понимания Доверия Что Вы Попросите Его Может Он Правда Больше Не Будет То есть Как То Поймите Что Ремень Это Не Единственный Путь Вообще Как Говорил Папа Виктора Выложить Ума Через Задние Ворота Это Много Ума От Взрослого Не Требует Но Найти Какие-то Другие Методы Чтобы Дошло До Сердца А не Только До Одного Места То есть Вот Это Сложнее И Вот Этим Мы И Должны Заниматься Правда Через Какое-то Уважение Через Доверие И Давайте Четвертую Заповедь Посмотрим Четвертая Заповедь Дети Рождаются Априори Добрыми Малыши Не имеют Злых Намерений Но Очень Легко И Быстро Мы Можем Навязать Им Плохие Привычки Чем Мы Воспитываем Детей В итоге Какими-то Системами Что ли Какими-то Принципами Да нет Вот даже То Что Я Сейчас Вам Говорю А Вы Записываете Вы Очень Быстро Забудете Это Выветривается Из головы Моментально Это Полезно Все Знать Это Очень Хорошо Но Вы Не будете Вспоминать Так Пять Правил Наказания Сейчас Я Вспомню Потом Пойду Тебя Наказывать Обычно Это Все Не Так Происходит Это Всю Жизнь Понимаете Нет Никакого Отдельного Процесса Воспитания Есть Жизнь Так же Как Нет Никаких Детей А есть Просто Люди И То Что Не Понравилось Вам То Не Нравится И Им Правда Вот Что Примерьте Всегда На Себя Классно Вам Было Что Вы В углу Стоите Например Там Не Знаю Час Или Не Классно Ну Конечно Наказания Должны Быть На Своем Месте Обязательно Должны Но Мы Должны Еще Понимать Что Нельзя Переоценивать Вот Эту Силу Наказаний Мы Обычно Вот Именно Ее Переоцениваем А силу Личного Примера Недооцениваем И Вот Я Хочу Сказать Что Воспитываем Мы Не Вот Этими Умными Там Системами Не Изысканиями Психологов Педагогов А Самими Собой Мы Воспитываем Дорогие Родители Вот Все Что В Это Собрание Образов Вот Как Мы Стоим Как Мы Разговариваем Как Мы Движемся Как Мы Общаемся С Другими Людьми Мы Как Образ Несем В себе Понимаете У нас Один Образ Публичный Другой Образ Например Для Церкви Третий Образ Для Дома Я Помню Когда Я Воспитывала Своих Детей То Они Мне Один Раз Указали На Одну Девчонок Еще Они Мне Указали Один Раз На Одну Вещь Которую Я Не Замечала За Собой Они Сказали Мама Ты Знаешь Что У Тебя Даже Голос Для Нас Другой Я Говорю Как У Тебя Вот Такой Противный Голос У У У У Специальный Воспитательный Голос Понимаете Вот И То Мы Что Мы Должны Себя Воспитывать Прежде Всего Правда Друзья Мои Как Лев Толстой Сказал Истинное Воспитание Ребенка Воспитании Самих Себя Мы Просто Берем И Вот Этот Образ Нашим Внешним Образом Поливаем Их Внутренний Образ И Вот Что Мы Там Создадим То Потом И Вырастет Понимаете И Вы Скажете Ну Вот Мы Думали Надо Ну Как Надо Рецепт Какой-то Получить Хороший Молитву Какую-то Хорошую Сказать Какие-то Правильные Слова А тут Опять Работать Над Собой Да Ну Вспомните Как Человек Например Работает Над Своим Телом Над Своей Стройностью Это Нужно Трудиться Нет Никакой Специальной Таблетки Нет Никаких Чудесных Лекарств Есть Только Труд И Так же Точно Воспитании И Пятая Заповедь Посмотрите Пожалуйста Она Такая Самая Длинная И Очень Хорошая Для Ребенка Самым Важным Является Любовь И Ласка Мамы Любовь Родителей Подготавливает Малыша К разнообразным Сложностям Которые Возникают В жизни Атмосфера Которая Царит В доме Где Растет Ребенок Имеет Свое Влияние На Всю Жизнь Малыша И Вы Знаете Вот Ученые Генетики Они Посмотрели На Поведение Мышей И Увидели Что Мышата Которых Обижали В детстве Какие-то Другие Мыши Или Например Которых Растили Нерадивые Матери Которые Не хотели Греть Малыша Нянчить Вылизывать Они Все Выросли Вот С неадекватным Поведением И Они Все Терялись В стрессовых Ситуациях Вот Конечно Так же Происходит И У Людей Правда Причем Это Не Было Связано С Какими-то Генами Природными Потому Что И Родные Мыши И Приемные Мышата Вели Себя Точно Так же И Знаете Вот Почему Это Так Закладывается На Всю Жизнь Казалось Б Знаете Вот Ну Прошло И Прошло Ну Обидели Тебя Там В Детстве Ну Уже Все Бульем Поросло Как Говорят У Нас В России Но Я Скажу Вам Не Поросло Бульем Знаете Почему Те же Ученые Что Установили Что Когда Человек Переживает Даже В самом Раннем Возрасте Сильное Эмоциональное Потрясение У Него В Мозгу Какие-то Аномальные Происходят Процессы Которые Запечатлеваются В Клетках То Клетка Может Хранить Как Положительный Опыт Так И Негативный Она Сохраняет Его На Всю Жизнь Потому Что Вот Запечатлелась Печаталась Вот Эта Информация В Мозг А Мозг Растет Нейроны Делятся Все Это Воспроизводит Само Себя И В Конце Концов Получается Что Это Просто Увековечивает Себя Вот В Этому Мозгу Понимаете Поэтому Уже Психиатры Установили Что Дефицит Материнской Любви В первые Годы Жизни Это Всегда И Депрессии Потом И вообще Умственное Психическое Нездоровье Человека И я Думаю Что Матери Которые Осознали Это В полноте Что Они Не Только В детстве Они Влияют На Всю Жизнь Ребенка Они Оставили Свои Дела Они Как-то Посвятили Себя Больше Детям Потому Что Я Говорю Это Не Так Уж Много И Времени Потом Ребенок Вырастает И Он Стоит Более Самостоятельный И В конце Хочу Взять Место Из Писания Притчи Первую Главу Восьмой Слушай Сын Мой Наставление Отца Твоего И Не Отвергай Завета Матери Твоей Потому Что Это Прекрасный Венок Для Головы Твоей И Украшение Для Шеи Твоей И Притчи Три Первая Глава Сын Мой Наставление Моего Не Забывай И Заповеди Мои Да Хранит Сердце Твое Ибо Долготы Дней Лет Жизни И Мира Они И Обретешь Милость И Благоволение В очах Бога И Людей Конечно Не только Мать Важна Роль Отца Она С годами Повышается Она Вот Участвует В прямую В формировании Личности Ребенка И Слава Богу За тех Отцов Которые Не в свои Какие-то Удовольствия Погружаются Не в свою Жизнь Но посвящены Семье Посвящены Детям Проводят С ними Время Молятся С ними Наставляют Их Это Дети Не забудут Никогда И Это Будет Их По жизни Вот Так Сопровождать И Хранить И У них Будет Счастливая Жизнь И Родители В конце Скажу Представляют Для ребенка Образ Бога Вот Как Он О себе Не может Узнать По-другому Как только Через Нас Так И О Боге Как Он Еще Узнает Вот Мама И Папа Это Для Него Те Кто Это Больше Сила Справедливость Да Такая Решительность То Мамы Это Те Кто Несут В себе Нежность И Знаете Прямо Когда Готовилась К проповеди Мне Бог Просто Сам Проговорил В мое Сердце Что Матери Должны Нести Дух Нежности К своим Детям А наша Жизнь Она Как-то Не располагает Особо К нежности Правда Тут у нас Какая-то Конкуренция На дорогах Какая-то Конкуренция Везде Жесткость Везде Надо Уметь За себя Постоять Мы Не нежные Женщины Нас Жизнь Заставляет Защищаться Наше Сердце Обрастает В конце Концов Броней И Мы Не такие Уж Слабые Но Вот Для детей Необходима Нежность Как Бог Знаете Вот Он же По-разному С нами Общается Он То Как-то Строго Обличает Наказывает То Так Нежно К тебе Прикоснется Да Вот Вы переживали Такие моменты Сами Лично Его Нежное Прикосновение Что Ни с чем Не сравнится И никогда Не забудется И вот Так Я считаю Мы Должны Вот Вести себя По отношению К нашим Детям И Я Хочу Чтобы Мы Все Женщины Сохранили В себе Вот эту Нежную Женскую Сущность И Передавали Это С помощью Наших Детей Из поколения В поколение Давайте Встанем Сейчас И Помолимся За наших Детей Помолимся За себя Если На самом Деле Мы Есть То Главное Звено В воспитании Не потому Что мы Больше Знаем Не потому Что мы Лучше Наших Детей И Как-то Мы Значительнее Их Они Такие Же Люди Как Мы И Просто Даны Нам Вот На это Время Чтобы Мы Могли Вложить В них Успеть Вложить Все Что Все Тебя Сделать Что-то Такое Что Им Нужно Что Им Этому Ребенку Нужно И Чтобы Ты Проявлялся И через Нас И через Наших Детей Чтобы Твоя Любовь Царствовала В наших Домах Чтобы Атмосфера Наших Домов Она Была Напоена Твоей Благостью Твоей Благодатью Твоим Теплом Да Будет Тебе Вся Слава И Вся Хвала Господь Вся Тебе Честь Аллилуйя Домах 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 Продолжение следует...